КОНТРСТРАЙК ГЛОБАЛ ОФЕНСИВ Игроки развиваются на две команды, одна из которых представляет собой террористов, а другая бравые силы правопорядка. И одни должны помешать другим сделать каку. База геймплея взята совершенно внезапно. У этого вашего халф лайфа, на который сверху надстроен ряд новых игровых фишек, а именно значимость поражения отдельных частей тела, относительно реалистичная интерпретация урона по ним. Ну то есть попадание в голову убивает, как это и положено мгновенно. Но простреленная нога чего-то не мешает жизнерадостно бегать, а разорвавшаяся под ногами осколочная граната вместо кучки гипсов оставляет где-то с половиной шкалы здоровья. Вооружение тоже делает вид, что ведет себя реалистично, усердно имитируя отдачу, а также снижение точности огня в движении и под обстрелом. На все это сверху насыпаны возможности регулировать параметры поля боя дымовыми шашками и зажигательной смесью, а также ослеплять и оглушать противника светошумовыми гранатами. Добавляет веселье механика боли. В момент попадания цель ненадолго теряет скорость, что дает ощутимое преимущество стрелку и его товарищам по команде. В то же время, вся эта прелесть для получения удовольствия от требует двух вещей. Слаженной командной работы и весьма неслабых реакций с точностью, вкупе со знанием особенностей поведения отдельных видов оружия. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев команды представляют собой неорганизованную безбашенную солянку из отчаянно матерящихся друг на друга на разных языках людей, чей возраст, по идее, не позволяет, но никоим образом не мешает им эту игру пользоваться. А если и позволяет, то лучше бы не позволял, что априори исключает любую тактику и превращает происходящее в сомнительного качества Team Deathmatch. Игра предлагает на выбор целую пачку базовых режимов, из которых три являются как бы учебными, позволяя отрабатывать навыки игры с теми или иными видами оружия и в ускоренном режиме отыгрывать игровые сценарии, а два – основными. Эти основные режимы игры подразделяются на обычный и соревновательный. Во втором случае включены дружественный огонь и столкновение игроков, но игра идет в формате 5х5, а не 10х10, и за игру в этом режиме дают так называемые ранги и ощутимо больше опыта, по мере накопления которого можно получать те или иные внутриигровые плюшки, в основном перекрашенные варианты пушек и ящики, в которых тоже лежат перекрашенные варианты пушек, но уже за деньги. В рамках этих режимов технически доступны два условия победы, зависящие от карты – спасение заложников и закладка или обезвреживание бомбы. В силу специфики проекта, впрочем, 80% матчей проходят на одной ближневосточной карте, еще 10% на другой, а остальные 10% достаются всем остальным игровым локациям, так что да, в основном все играют с бомбой. В целом продукт можно называть вполне играбельным, но только в хорошей компании. Но, все это конечно не главное. Главное, что тут можно купить скин для ножа за 500 баксов.